Всем привет. Я не пойду в школу. У нас обед. Пришли со школы. Мы уже учимся. Я не хочу дождь. Так вы еще не выучили танец? Выучили. Покажешь потом с папой? Ну, покажем. Мне интересно, я тебя же вообще не увижу. А родителей-то не пускают на бал. Если бы нас пускали еще как-то посмотреть хотя бы. У нас не пустят, поэтому мне интересно посмотреть. А видео будут у вас снимать или только фотографировать? Не знаешь? Интересно посмотреть. Но все равно, все будете нарядные, будете танцевать. Ну, там как-то покружится, нет? Вперед-назад. Он выше тебя будет или нет? Нет, когда ты будешь так об луках. Он будет как ты, наверное? Если ты на кабуках, выше меня. Он немножечко выше, чем ты. А, он даже выше меня? Да-да-да. Тогда будете наравне. Выбрала самого высокого мальчика. Так, у тебя сегодня во сколько? В три? В три до пяти. У Маргариты тоже в три до пяти. Солнышко пытается выйти у нас, и никак. Ну да. Выходит солнышко. Цветочки мои еще цветут. Так много бутончиков новых. Кустик наш цветет. У нас тут семена. Мы же семена посеяли. Дождей не было. Сейчас хорошо. Дождик два дня полил. Но прилетают птички, воробушки и воруют наши семена. Такое ощущение, что они все уже подъели здесь. Не видно семян. Здесь вот тоже. Мне кажется, они подъели все наши семена. Придется опять засыпать. Вот. Дождь прошел. Видите, вот эта пыль, которая, пыльца, летит к нам. Здесь вот все плавает теперь. Листья сухие осыпаются. Нужно чистить. Улица прям похолодало резко. Было тепло. Сейчас прям холодно. Завтра солнышко передает. Тут тоже сейчас солнышко. Поставила я мясо, говядину потушить. Тушиться будет мясо долго, поэтому поставлю сейчас. У нас два часа. Два часа. Ну, как раз к вечеру будет готово. Бросила луковицу, морковку целую, водички налила. И все. Сейчас она закипит. Я убавлю огонь и закрою крышкой. Она будет тушиться. Часа два, наверное. Ты написала? О, Гоша не пойдет сейчас в обед в школу. Что, идет кровь еще? Давление. Значит, у тебя высокое. Я тут вышла посидеть на улице, пока солнышко светит. И с вами поболтать. Хочу ответить на еще один вопрос. Видимо, у нас очень много новеньких интересуются, потому что видят, как девочки ходят в школу. Очень странное у них расписание. Приходят, уходят. Я уже отвечала много раз на этот вопрос, но давайте быстренько, коротко отвечу еще раз. Почему девчонки учатся в разных школах? В общем, начну с того, что они ходят в школу два раза в день. И единственное, в среду у них только один раз. Суббота, воскресенье не учимся. Школа начинается в 8.20. Первый урок начинается в 8.20 и заканчивается в 11.45. Потом они приходят домой, они обедают. В школе нет столовой. В 12 часов они дома. В час 30 у них начинается снова урок. С утра у них 4 урока. И после обеда у них 2 или 3 урока. Вот они приходят домой, они пообедают и убегают опять в школу. Хорошо, школа находится рядом. Единственная Маргарита едет на автобусе. Следующий вопрос, почему дети учатся в разных школах? Раньше девчонки учились в одной школе. Начальная школа. В ней учатся с 1 по 6 класс. 6 лет учатся. Маргарита у нас сейчас в 7 классе. Маргарита учится в 7 классе, а это уже средняя школа. Она находится в другом районе, поэтому она ездит на автобусе. Ксюша заканчивает этот последний год 6 класс. И на следующий год, ну считай, после летних каникул она уходит в ту же школу, где учатся Маргарита. Они будут учиться вместе. Почему у нас Каролина тоже учится в другой школе, хотя она должна была учиться там же, где и Ксюша. Каролину перевели в другую школу. Она не успевала по программе. Очень быстро они учатся. Но она немножко, ей нужно время. Ей нужно время, чтобы освоить какой-то материал. Она такая у нас медленная, поэтому она немножко отставала от всего класса и её отправили в другую школу, там, где учатся немножко попроще. В этом году, после летних каникул, она опять возвращается сюда. Макс у нас идёт в первый класс и Каролина идёт во второй класс. Так что Ксюшка уходит к Маргарите, Каролина сюда приходит, и Макс и они будут учиться в этой школе, в начальной. А девчонки учатся уже в средней. Хотела рассказать про систему образования нашу. Обязательно нужно закончить 9 классов. После 9 класса можно пойти на какие-нибудь курсы, получить какую-нибудь простую профессию и работать. Но если ребёнок хочет поступать в университет, ему, конечно же, нужно получить общее среднее образование. По-моему, ещё они учатся, если я не ошибаюсь, года 3. И заканчиваешь гимназию, и после гимназии можно идти в университет поступать. Нужно сдавать, по-моему, экзамены. Либо если ты в школе очень хорошо учился, либо гимназию закончил, там, не знаю, на отлично у тебя высокие баллы, то ты автоматически можешь поступить в университет без сдавания экзамена. Я не знаю, девчонки, сколько будут классов заканчивать. Пойдут ли они после 9 класса в гимназию, дальше продолжат, чтобы пойти в университет, ну, пока не знаю, Маргарите осталось учиться 2 года в школе, и там уже посмотрим, куда она пойдёт. Надеюсь, я понятно объяснила. Школы у нас абсолютно бесплатные, получается, мы покупаем только канцелярские товары, там, ручки, карандаши, пеналы, всё. Всё остальное, книжки, учебники, тетради нам дают. Сняли горчичники у Маргариты. Не помогло вообще? Так же болит спина, поясница. Не поехала в школу? Ты написала? Да. А какие у тебя уроки сегодня? Натур и техника. Натур и техника? Натуральная техника. Два урока, да? Нет. С трёх до пяти это два урока, если по 45 минут. Да, но то же самое. То же самое, одного, да, один предмет, только два урока. Мясо у меня потушилось, оно очень мягкое, на кусочки разваливается. Теперь варю рис на гарнир. Папа наш приехал. Чуби! Лежит он здесь со мной рядышком. Филя. Он сегодня всю ночь проспал на вытяжке. Филюшка маленький, он уже начинает линять потихоньку. Потихонечку линяет. Думатворила я ещё картофель в мундире, потому что не все хотят рис. А, здесь у меня рис, здесь у меня подлив мясной. И сейчас немножко ещё поджарю картошечку, всё, и будем ужинать. Делаю Маргарите маникюр. Будем красить, просто наращивать не будем, потому что у него свои, в принципе, хорошие, длинные. Достаточно. Покрасим гель-лаком. И всё. Маникюрчик, гель-лак. С цветом. Посмотри, у меня есть вот такой вот. Розовенький. Могу его чем-нибудь разбавить, он будет ещё светлее. Ещё светлее? Угу. Ну, ещё фиолетовый. Как раз, по-моему, будет под цвет платья. Эту базу я сделала. А тебе не нужно сейчас обезжиривать? Обезжиривать. Да, сейчас мы будем обезжиривать обязательно. Так, мы решили смешать вот эти два цвета. Это такой кремовый. В общем, и получается у нас нежно-розовенький цвет. Вот. И будем наклеивать потом такие стразики. Пока не знаю куда. Может быть, вот так вот сверху по этим. Не, они везде. Не, они везде на одном пальчике. Вот что у меня получается. Сделали ещё вот такой вот ноготок с камушками. Сейчас ещё вот эти вот большие пальчики и готовы. Так, нежненько, симпатично. Так, прическа. Что мы решили с прической? Я тебя заплету завтра. Завтра? После школы. Завтра уже среда. Я тебя заплетаю завтра в обед. Ну, ты приезжаешь. Но я не хочу сильно кудрявые. Не, не бойся. Они потом выпрямятся. Как вот я заплетала ей недавно косички. У неё такие кудрявые волосики были. Волны. Прям красивые очень. Можно даже вот тут вот немножко поднять и прядки это. Сделать мальвинку и прядки впереди оставить, да. Ну, всё. Всё. Ну, косяк. Самое главное это, чтобы доходило ты с этими камушками. Оставили вот такую вот цепочку на руку. Такую вот, наверное, хочет надеть. Так, вот это вот мы ещё не знаем. Посмотрим. Заколочка. Если она будет делать себе мальвинку, то можно заколоть. Это я ещё на выпускной надевала. И дальше у нас тут колечки. Есть вот такое вот колечко. С камушками. На какой палец она тебе подходит? На средней? Угу. Вот это. Угу. Вот. И есть ещё вот такой вот. Тоже с камушками. Так, и вот такие вот серёжки. Тоже тут камушки. Два больших и вот маленькие совсем. Угу. В общем, какой-то из них, какой лучше, это или это. Ну, вот это нравится очень красиво. Угу. Всё в камушках блестит. И вот эти серги, да? Да. Вот. И цепочку на руку. И всё. На шею ничего не нужно, потому что у неё платье и так снышко. Да, оно у неё под горло, поэтому там не будет видно вообще никакого украшения. А часики не подходят? Нет, часы вообще не подходят. Так, всё. Мы готовы. Да? Всё, останется завтра косички заплести. И в четверг как раз мы будем снимать влог, как она будет собираться. Потом мы её отвезём. Она ещё с подружками поедет. Две подружки поедут с ней. Вот. И всё. Оставим её там и уедем. Жалко, что не смотрим посмотреть, чем они там будут заниматься, танцевать. Потом расскажет, что они там делали. У Ксюшки скоро день рождения, поэтому мы думаем. Думаем, какие подарки ей подарить. Два подарка мы уже решили. То, что мы подарим, то, что бабушка подарит. И Маргарита. Ты будешь одежду дарить? Да? Я сохранила. А вот эти вот штаны я сохранила. Но, к сожалению... Видите, они зелёненькие, как ей нравятся. К сожалению, размера нет. Но, может быть, ещё появятся. Я немножко подожду. Ей нужен 34-й, а здесь самый маленький уже 36-й. Это ей большой будет. Есть такие же, только... Сейчас покажу. Только тёмно-зелёные. Так, вот такие чёрные. Может быть, и чёрные, и чёрные не нравятся? Есть вот такие чёрные. И вот такие тёмно-зелёные. Вот. Вот у них. Не знаю. Размеры у них есть. 34-й. Вот. У чёрных... У чёрных тоже размер есть. 34-й. В общем, подумаем, какие лучше. До 14-го мая. Даже нет, нужно пораньше заказать. Макияж ты какой себе будешь делать? Неяркий какой-нибудь вечерний такой, нюдовый. Наверное, просто ресницы и всё. Красишь ресницы, стрелочки так слегка и всё. Я мне самую любимую кисточку порезала. Да, Каролина обстрелила. Парикмахер наш. И какую-то она ещё обстрелила тебе. Вот это, по-моему, да? Да. Она все обрезала, смотри. Она, наверное, парикмахером будет у нас точно. Она насмотрелась тиктоком. Смотри, что она наделала. Она смотрела тикток. Она свои тоже волосы себе стрибила. Она их носками хотела накрутить. И потом они у неё запутались, и она отрезала их вместе с носками. Ты так и не поменяла. Я тебе сказала. Я, когда начала Маргарите делать ногти, я тебе сказала, Ксюш, ты не поменяла опилки. Давай, неси, будем менять быстрее. Слышишь? Маленький. Вот у него кое-что обнаружили. Я не знаю, что это такое. Смотрите, у него опухоль какая-то. Филин, хватит. Ой. Нет, нет, нет. Как будто опухоль какая-то. Такого не было. Кто знает, что это такое. Это не яички. Нет, это опухоль. У него нормально всё было. Только вот недавно появилось. Прямо такое опухшее. Видите, красное. Нужно его к ветеринару сводить. Филька. Какой Филька это тебе? Это Кики? Ой, Рики, господи. Рики. Мама Филип пришёл. Мама Филип пришёл. Всего нужно его к ветеринару, потому что это не поменило. Заболел, что ли? Поменяла ему все опилочки. Рики. Что с тобой, Рики? Ладно, ребят. На сегодня всё. Будем отдыхать. В общем, насчёт Рики посмотрим. Ещё несколько дней. Если изменения какие-то будут. Если будет опухоль увеличиваться, то, конечно, мы тогда поедем к ветеринару. Через недельку, может, глянем. В общем, несколько дней посмотрим за ним. Как будет изменяться всё. Попадайте, Вене. Спай. Да, спай. Всего давайте, ребят. До следующего влога. Пока. Всем пока. Вот кто брызгает на стёкла. Вот кто брызгает. Я тебя поймала. Я только сегодня вытерла. Я думаю, кто же капли, а? Кидает мне. Вот кто сейчас только снова брызгал. Руками вот так вот трясёт. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.